Сегодня в Крыму проживает почти 300 тысяч этнических украинцев. История появления этого народа на полуострове уходит вглубь веков. Это и киевский князь Владимир, принявший христианство в Херсонесе, а затем крестивший Русь, и чумаки, возившие отсюда соль и рыбу, и граждане, прибывшие поднимать новую область Украинской Советской Социалистической Республики в середине прошлого века. Впрочем, неважно, как появились украинцы в Крыму. Главное, что они здесь живут, и их достаточно много. Борщ с пампушками. Песня «Несе галя воду» и «Вышиванки». Вот, пожалуй, основные ассоциации, связанные с украинской культурой. А погрузиться в эту историю нам поможет самое антуражное место на полуострове – музей быта Западной Украины в Севастополе. Здравствуйте! Здоровенькие булы! Правильно я сказала? Правильно, правильно. Проходьте до хаты. Здравствуйте, Иоанна. Здравствуйте. Прохладно у вас тут? Я вам сейчас дам согреться. Вот такой вот кептарик. Ух ты! Кептарик? Это называется кептарик. Это старинная буковинская одежда из овчины. Вот так украшена, такими вышивками красивыми, шнуровкой, да, и пробитой кожей. Это же все ручная работа. Конечно, это ручная. Этому кептарику 150-200 лет. Да вы что? Можно надевать? Можно, можно. Согретить очень быстро. Пожалуйста. Ну как мне? Идет? Подошло? Очень красиво. Вышиванки, рушныки, сардаки, чоботы. А еще коллекция утюгов, часов, ткацкий станок, жернова и прялка. Две тысячи аутентичных экспонатов собирали по всему Прикарпатью. Это было собрано моим отцом, Михаилом Ильичем Кузьменюком, который здесь решил вот такой вот кусочек малой родины создать. Ну что мне, знаете, нравится в вашем музее, что можно все брать, правда? Да. Да, у нас музей контактный, можно все потрогать, можно все на себя примерить. Кептарик снимаем пока. И для начала мы одеваем вот такую вот вышитую длинную рубаху. Это рубаха из домотканного материала, сшита. И тоже можно посмотреть, что это ручная работа. Вышитые рубашки – это праздничные рубашки. Надеваем. Так, внимание. Это горботка. Это вот такая шерстяная ткань, которая заворачивалась по талии. И сверху придерживалась, держите, держу. Да, придерживалась пояса. На меня надевают музейные экспонаты. Обязательный элемент – это кораллы, бусы. Они либо деревянные, вот так вот делались из дерева, либо из рогов животных делались такие кораллы, мелкие бусинки. Они раскрашивались ягодным соком и нанизывались на ниточки несколько рядов. Похожа ли она, гарную господиню? А как же. Тоже натуральная, тоже старинная, тоже ручная работа. Мне идет? Я переживаю. Нет, очень красиво. Я же себя не вижу. Да, очень красиво. Вот у нас там зеркало, можете посмотреться. Ну и что, я получилась замужняя хоть женщина или барышня на выданье? Ну, вообще, замужняя женщина носила платки. Ну, я, с вашего позволения, головной убор все-таки сниму. Мне кажется, он, знаете, подчеркнул мою восточную сущность. А вы мне немножко про него расскажите. Тут такая тоже вышивка какая-то интересная. Да, вообще вышивки на буковине очень много значат. То есть, каждая вышивка – это какой-то рассказ. И, в принципе, человек, приходя в село в вышитой рубашке, по его рубашке могли определить, откуда он пришел. Вышивка – это не только зашифрованный текст. Это еще и музыка, застывшая на ткани. Так называют эти узоры сын знаменитой крымской вышивальщицы Веры Роек. Мастерица знала более трехсот видов швов, из них половина украинские. Ее работы вошли в энциклопедии и стали образцами народной вышивки. В однографическом музее Крыма бережно хранится несколько сотен рушников, салфеток, скатертей и рубашек, украшенных Верой Роек. Сам Вадим Михайлович работать ниткой-иголкой так и не научился, но легко отличит одну мережку от другой. Как считаете, украинская вышивка жива в Крыму? Я думаю, да. Люди продолжают вышивать. Здесь, в этом музее, собираются вышивальщицы, вышивают. Конечно, вот сейчас она может быть не так сейчас активна, как было раньше, потому что тогда была школа украинской вышивки Веры Сергеевны, она сама была, и она была более активна. Но, тем не менее, это творчество не исчезло, и, я думаю, не исчезнет никогда. Сегодня к украинской вышивке особый интерес. Многие украинцы любят носить вышиванки ручной работы. И если раньше в узоры вкладывался сакральный контекст, то сегодня орнаменты на рубашке стали модным трендом. В Крыму, конечно, дефилия в вышиванках не проводятся, но народные украинские традиции бережно хранятся и по сей день. Ну вот мы перешли от слов к делу и решили сами повышивать. Вот Валентина Ивановна, мастер украинской вышивки, нам расскажет и покажет, как это делается, как делается. Рушник? Будем рушник делать? Да, будем делать рушник. Нитки постоянно путались, крестики прессали ГПК, но это и понятно. Такая работа требует сосредоточенности. Надо постоянно считать клеточки и не отвлекаться на разговоры. У нас же задача другая – не расшить рубашку узорами, а рассказать, что Крым тоже внес свой вклад в богатство украинской вышивки. Виноградные кисти и павлины, по мнению вышивальщиц, появились в украинском орнаменте именно благодаря нашему полуострову. Да, будем учиться. Я думаю, у меня что-нибудь когда-нибудь получится, если я буду стараться, да? Да, если стараться, то это получится, конечно. Но вернемся в музей к Иванне Кузьменюк. Она продолжает свой рассказ об украинских традициях. Вот печка. Рядом, как и положено, ухват с чугунками, лошкарь с ложками и глечики. Но не простые, а двойные. Это близнецы. Называются вот такие вот горшки, в которых еду носили с собой на работу, как тормозочек такой, да? То есть сюда там наливали кислое молочко, гусленку, сюда мамалыгу, там или что-то еще. И вот брали с собой вот так вот дорогу. Да, да, да. Ланчбук стоит по-украински. Когда мы начали собирать этот музей, я поняла одну вещь, что вот этот женский труд, которым в основном женщины занимаются, на самом деле это очень тяжелый, физически тяжелый. Потому что если взять, например, даже те же утюги и начать рассказ про утюги вот с этого рубеля, рубель праска. Выглядит устрашающе. Это именно праска для того, чтобы гладить, для того, чтобы разбить, раскатать и смягчить эту ткань, чтобы она стала мягкой. Можно попробовать? Да, конечно. Правда страшно? Но я попробую. Стучать по ней надо? Да, 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 стучать и катать. Тарарам, тарарам. Не, ну в принципе ничего. Если так недолго, то... Нет, если тарара, то ничего. А если надо именно разбить и раскатать, если это много... Потом появились вот эти вот утюги, которые тоже нелегкие. Берите ручки. Ну да. Да, сюда насыпался уголь. Открывалась, да, открывалась вот эта вот крышечка, насыпался уголек. И когда уголек затухал, его надо было еще и раскачать. Зачем? Чтобы уголь разгорелся. Инженер в прошлом. Сегодня Иванна, хранитель музея. Она с удовольствием проводит экскурсии и продолжает пополнять коллекцию. Каждый месяц здесь устраивают тематические мероприятия, на которые собирается все больше народу. Для нас Крым – это наша родина. И Буковина – наша родина. Ну, а музей – это такое вот какое-то теплое воспоминание о прошлом. Связь с родиной, связь с родными людьми, связь с прошлым. Ну, не знаю, я здесь отдыхаю. Пока хозяйка отлучилась, пройдемся по музею и попробуем понять, что тут к чему. Вот какая-то ступа и огромный пест. Тяжелый. Станок ткацкий. Говорят, рабочий. Хоть прямо сейчас бери и используй. Зеркало старинное. Как вы думаете, сколько людей? И как давно смотрелось в это зеркало, и кто там отражался. Может быть, там до сих пор живут чьи-то отражения. И очередной кожух. Кожух. Все-таки как украшали, вышивали все это дело. И на века. Посмотрите, сколько лет одежде. И до сих пор при желании можно надеть на себя и пойти в полном боевом наряде. В полном боевом облачении к нам навстречу пришла председатель региональной общественной организации Украинская община Крыма Анастасия Гритчина. На ней блузка с узорами машинной вышивки, нарядный платок и летний кожух. Анастасия, ну вы, кроме того, что сейчас вот такая нарядная барышня, вы же еще и председатель общества «Украинцы Крыма». Крыма, да. Ну вот расскажите, много ли у вас членов и как вы вообще живете, поживаете? Я считаю, что каждый человек, который любит, хранит украинскую культуру, является нашим членом нашей организации. Мы себя чувствуем полноценными гражданами Российской Федерации и крымчанами. Мы можем у Вильянова спилкуваться украинскую мову. Никто нам это не запрещает. Никто не запрещает и Иванни Кузьменюк соблюдать свои национальные традиции. Вот она показывает принцип действия теребилки для кукурузы. Старинный механизм работает и сейчас. Теребилка. Теребилка. Берем кукурузу, засовываем вот тут в отверстие. И крутим. И крутим? Да. Вот так? Да. Сыпется? Сыпется. Ух ты! В принципе, не очень сложно. Теперь вот это вот дело берем вот сюда и засыпаем жирного. Ага, и крутим. Сейчас попробуем, да. Так, все. Вот сюда вставим. На этой неделе я больше на тренировку не пойду. Ну, в общем, на мамалыгу нам, конечно, надо еще крутить и крутить. Самое время идти варить мамалыгу. Готовится это блюдо довольно просто. В кипящую воду добавляется сливочное масло, соль и засыпается группа. Варится 10 минут на медленном огне. Консистенция, она такая получается, как пюрешка. Мы ее посыпаем брынзой. При желании шкварками. К ней мы приготовили вот такой вот мясной соус. Беленький. Да, со сметаной. Курочка со сметаной. Вот так и живут крымские украинцы. Варят мамалыгу с борщом и варениками. Поют песни народные, отмечают праздники национальные. Хранят вышивку традиционную. Уютно им на полуострове. Сытно. Весело. Как и всем другим народам многонационального Крыма. Покоряя огонь и воздух. В Симферополе отметили армянский праздник Терендес. Он объединяет в себе Масленицу, Сретение Господней и День Любви. Главные участники юноши и девушки, молодожены или те, кто только собирается связать свои судьбы узами брака. Началось торжество с литургии. Затем, по традиции, от благословленной свечи разожгли костер. В народе верят, что если влюбленные сумеют перепрыгнуть через огонь три раза, не разнимая рук, их семья будет крепкой, а любовь вечной. Народная музыка, полный стол угощений и яркие национальные костюмы. Крымские болгары отметили Трифон Заризан, праздник виноградарей. В этот день провожают зиму и встречают весну, а вино льется рекой. По древней традиции, мужчины провели обряд обрезки виноградной лозы и выбрали лучшего хозяина. Им стал винодел в пятом поколении Вячеслав Болгаров. В течение года он будет следить за плантацией и помогать другим аграриям получать богатый урожай.